В Ненецком округе стартует региональный этап педагогического конкурса «Профессионал года-2020». Документы для участия можно подать с 3 по 14 февраля в региональный центр развития образования. Имена победителей станут известны 13 марта. С участниками и победителями прошлого года встретилась моя коллега Александра Литкова. Людмила Ткачева – педагог с 25-летним стажем. В конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года-2019» приняла участие впервые и сразу победила в номинации «Воспитать человека». Участие в конкурсах – это всегда интересно, это знакомство с новыми людьми, себя показать, других посмотреть, чему-то новому научиться. И «Профессионал года» – это тоже такая вот возможность. Кроме своей основной работы с детьми, уже второй год Людмила Ткачева является куратором патриотического движения волонтеров в школе. В ее мероприятиях с удовольствием принимают участие как младшие, так и старшие школьники. Как педагог она довольно открытая, она честная, справедливая и очень отзывчивая. К ней всегда можно обратиться за помощью. Она научила нас многому. Она научила нас, например, тому же самому, то, что она соблюдает дисциплину, потому что наша соцпедагога за этим следит. Она как-то очень часто помогала в наших спорах, например, с классом. Когда мы спорили, не могли что-то решить, она помогала нам, давала какие-то советы. Многие советы пригодились даже сейчас мне, когда я учусь, когда прошло уже очень много времени. Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» состоится уже в девятый раз. Его участниками могут стать все, кто связан работой с детьми, в том числе и преподаватели средних учебных заведений округа. Задача, которую решает конкурс, он помогает нам выявить эффективные практики как на управленческом уровне, так и на педагогическом уровне. Помочь нашим педагогическим работникам раскрыться, стимулировать их к дальнейшему педагогическому и карьерному росту. Также конкурс привлекает большое внимание общественности и повышает значимость роли педагогического работника в нашем обществе. Учитель и воспитатель эти номинации из года в год становятся самыми популярными среди участников конкурса. Но есть и такие, которые проводятся раз в два года по причине небольшого количества участников, например, школьный психолог. Екатерина Дуркина принимала участие в конкурсе уже не один раз. А в прошлом году ей удалось не только победить в своей номинации на региональном уровне, но и представить Ниньский округ на всероссийском этапе. Теоретические знания обновила свои для того, чтобы подготовиться. Тему мастер-класса очень для меня тяжело было, выбрать тему мастер-класса, потому что хотелось выбрать что-то новенькое, чтобы показать, чтобы заинтересовать. Но я думаю, что у меня как раз на мастер-классе я заинтересовала, наверное, членов жюри. Почему? Потому что после моего мастер-класса члены жюри аплодировали мне, чего не было с другими конкурсантами. Стоит отметить, что Екатерина Дуркина стала первым педагогом-психологом, представляющим регион на таком уровне. Да еще и вернулась с наградой. Как считают ее подопечные, победа была для них вполне ожидаема. Екатерина Михайловна, она очень добрая, отзывчивая, с ней приятно общаться. Мы ходим к ней на занятия, проводим нас по средам, час мы у нее сидим, общаемся, какие-то тесты проходим обычно. Она всегда поможет, подбодрит, поддержит, с ней приятно разговаривать, общаться. То есть, можем прийти после уроков, она там нам поможет, нашу проблему решит. Как признаются наши героини, участие в конкурсах профессионального мастерства – это в первую очередь возможность обменяться опытом с коллегами. А самое сложное – это подготовка. Самое главное – запастись терпением, поработать над собой, чтобы как можно меньше волноваться, потому что волнение – это один из главных факторов, который нам мешает участвовать в конкурсе. Затем обязательно за помощью обращаться к коллегам, потому что кроме коллег и близких людей никто не поддерживает в этом конкурсе. Как бы потренироваться, если вы будете проводить мастер-классы, давать какие-то занятия, уроки и так далее. Помимо этого, если вы участвуете, то лучше, конечно, брать те темы, которые к вам наиболее близки. Почему? Потому что мы лучше всего показываем то, что мы хорошо умеем делать. Напомню, подать документы для участия в конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года-2020» можно с 3 по 14 февраля.